Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шу с Дребом. Сегодня готовим щи. Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом, который готовлю непосредственно я на своей кухне, ну и делюсь с вами. Начинаем готовить. Берем говяжью грудинку, помыли и почистили, отправляем в кастрюлю и набираем в холодную воду. Отправил на плиту, ждем закипания. При закипании образуется пенка, которую нужно удалить. Снимаем пеночку. Если вдруг вы пропустили этот момент, когда пенка уже ушла вниз, долейте буквально 100 грамм воды холодной, пенка обратно, назад вернется при закипании. Ничего страшного в этом нет. Отправляю луковицу прямо в шелухе для очень красивого бульона. И отправляю примерно чайную ложку соли. Больше не добавляю, почему? Потому что у меня кислая капуста и в ней соль есть. Поэтому в конце уже будем добавлять соль. Пока мясо отваривается на плите, займемся нарезкой лука. Нарезаем кубиком. Классический. Хвостик в сторону. Отправляем сковородку на плиту. Добавляем небольшое количество подсолнечного масла. Ждем, пока оно накрылится. И отправим на жарку наш лук. Лук жарим до красивого золотистого цвета. Так, квашеную капусту я уже отжал. Это обязательно. Если она у вас очень соленая, очень кислая, лучше, конечно, раза два-три промыть. Так, кислую капусточку ставим в сторону и натрем одну морковочку. Лук прижарили. И отправляем тушить нашу кислую капусту. Или как многие ее называют, квашеную. Буквально минут 7-10 поджариваем капусточку. А потом еще минут 15 с добавлением нашего бульона. Также еще протушим. Бульон придает капусте именно свой отменный вкус. Пока тушится наша капуста, свеженькой капустой нашинкуем. Свежая капуста придает именно тот хруст, обалденный, вкусный в наших щах. Спустя 7 минут отправлю пару половников бульона. Смотрите, какой красивый прозрачный бульончик у нас. Все, накрываем крышечкой. И пускай себе тушится. Минут 15 так. Луковицу вынимаем. Она уже не нужна. Мясо уже попробовал. Оно готово. Отправляю 3 целых картошки. В дальнейшем мы ее снимем. И немного растолочим, чтобы наши щи получились более наваристые. Более интересней. По вкусу отправляем морковочку. И отправляем свежей капустой. Капустой, квашеной и свежей, я взял поровну. Теперь варим до готовности картофеля. Наши щи варятся на очень медленном огне. Картошку снимаем. И растолочим. Слегка, не сильно. Просто нажимаем вилкой. Все, и отправляем назад. Мясо тоже снимаю. Нарежу на более мелкие куски. Отправляю 2 листка лаврушки. И отправляем нашу квашеную капусту. Отправляю сразу чеснок. Три зубчика через терку. Попробовал на вкус. Мне не хватает соли. Добавляю примерно пол столовой ложки. Вы уже смотрите по своему вкусу. Ну и конечно же по самой квашеной капусте. Добавлю так же смесь перцев. Можно нарвать на волокна. А можно ножом просто нарезать. И отправляем назад наше мясо. Ну и без зелени никак. Берем хороший кучок петрушечки. Нарезаем, измельчаем. И отправим так же в кастрюльку. Петрушка придает не только красивый вид, но и очень обалденный аромат. Поэтому петрушечку обязательно нужно. Отправляем петрушку. Перемешиваем. И все. Накрываем крышечкой, выключаем нагрев. И оставляем еще минут на 15-20, чтобы он настоялся. И обязательно добавляем сметану. Без сметанки никак. Ну вот и все, дорогие друзья. Наши щи готовы. Очень ароматные, очень вкусные. Стоит попробовать, кто еще не готовил ни разу щи. Очень интересное, вкусное блюдо. Готовьте вместе со мной. Я с вами прошу и до следующего видео. Всем пока.